Итак, мы еще раз повторяем что первые пять стихов указывают на перемены указывают на некоторые изменения и вот шестого стиха мы как раз уже с вами и увидим что же теперь будет по-другому а также обратите внимание на то как изменяется язык седьмой стих первый ангел вострубил и сделали град и огонь смешанные с кровью и пали на землю и третья часть дерев сгорела и вся трава зеленая сгорела Обратите внимание теперь на то как использованы глаголы Здесь написано что град и огонь пали на землю И вот этот суд приводит к пожарам Пожар уничтожает третью часть деревьев и травы Несколько лет тому назад у нас был очень большой лесной пожар в штате Аризона Очень многие люди думают что Аризона это вообще пустыня Однако у нас там очень хорошие хвойные леса 400 тысяч акров лесных массивов было уничтожено в результате пожара Несколько недель потребовалось для того чтобы погасить этот огонь Но в то же время можно сказать что только один процент лесных массивов которые в штате Аризона находится был уничтожен Представьте себе что вот все деревья вся зеленая трава которая вот в России взяла и сгорела Нет травы Одна третья деревьев уничтожена Также представьте себе какой дым будет после этого То есть уничтожаются не просто деревья и трава будут еще и другие последствия в результате этого пожара и града Давайте подумаем о том что были животные которые питались травой Это будет ужас для них это будет катастрофа Это была первая труба Далее у нас в 8 стихе вторая труба А с 8 по 9 стихи читаем Второй ангел вострубил и как бы большая гора пылающая огнем низверглась в море и третья часть моря сделалась кровью И умерла третья часть одушевленных тварей живущих в море и третья часть судов погибла Это неизвестный предмет Никто не знает что именно попало в море Здесь написано как бы большая гора И этот неизвестный предмет низвергнут в море Снова действие активное происходит И это приводит к массовым уничтожениям Одна третья часть моря Третья часть моря Это соленая вода И вот из огромного количества Необъятного количества разных существ Тварей живых которые в море обитали Третья часть умирает Многие люди живут за счет моря За счет того что добывают из моря Многие люди зарабатывают тем что добывают что-то из моря Но вот это ужасное наказание Бог посылает на землю То есть это могло быть что-то сверхъестественное Вот этот вот предмет который упал Это могло быть что-то сверхъестественное Или это астероид или комета Неизвестно что это Но известно кто это сделал Бог посылает эту беду И последствия также очевидны Третья часть одушевленных тварей Также суда И третья часть моря Пострадают при этом Мы с вами можем прожить без соленой воды А если вы выпьете соленой воды То вам захочется пить еще больше чем до этого Когда вы испытывали жажду А дальше мы с вами переходим к третьей трубе Здесь падает большая звезда на источнике чистой воды И падает в реки и отравляет воду И естественно что те люди которые пьют эту воду умирают Это не просто реки это источники воды Это вот колодцы И вообще вся система водоснабжения оказывается под угрозой Без еды можно прожить несколько недель Но вот без воды Долго прожить очень трудно И проблема заключается в том Что Антихрист попытается что-то сделать Вот с этими судами Так как люди будут в панике Антихрист предложит им некоторое успокоение Даст им облегчение Он будет продолжать обманывать людей Он будет продолжать говорить людям о том Что Бог нас не уничтожит Однако он ошибается Итак, двенадцатый стих Речь идет здесь о четвертой трубе Итак, свет или вот эти все небесные светила Которые необходимы были для нашей жизни И от которых наша жизнь фактически зависела Теперь они потемнели И Бог вот эти небесные светила установил и для нашей пользы и для наслаждения Мы зависели от них И, конечно, те знания И, конечно, ученики Аргументам о том, что это Один третья свет Что это изменилось Или что это Один третья В первую секунду Однако богословы снова спорят по поводу того, что одна третья часть звезд и вот солнца и так далее, это под этим подразумевается то, что вот они как бы на одну треть света стало меньше, либо подразумевается, что по времени одна третья часть нашего вот времени вообще совершенно темно. У нас в двенадцатом стихе как раз дается объяснение, написанное, что и третья часть дня не светла была, так как и ночи, то есть третья часть ночи тоже была. Также обратите внимание в двенадцатом стихе написано, что и поражена была третья часть солнца, здесь речь идет о божественном суде, это указывает на божий суд. Кто-то может сказать, что это вот загрязнение окружающей среды привело к тому, что такие изменения на солнце произошли, но мы по тексту с вами видим, что просто Бог взял и выключил свет. И тогда мы спрашиваем, как Он может это делать, почему Он это делает. Ну, дело в том, что Он включил свет, Он источник этого света. А Он включил этот свет, дал этот свет миру, Он же и выключает его. Вот эти суды, они ошеломительны и внезапны, и не поддаются контролю с нашей стороны. Они очень похожи на десять казней египетских. Потому что там тоже стало темно, и это было неестественное природное явление. И когда Иисус Христос умирал, на кресте, помните, что тоже стало темно, и это даже привело в ужас людей. Потому что это продолжалось намного дальше, чем просто затмение солнца. То есть, можно сказать, что Бог может и солнце выключить. А в данном случае мы видим, что это происходит. То есть, даже глобальное потепление не сможет объяснить это явление. И в данном тексте подразумевается, что все эти светила не вернут свою былую мощь. Они поражены. То есть, вот это время темноты, время тьмы будет продолжаться на протяжении всей великой скорби. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Бог уже давал нам другие свидетельства о том, что Он обладает такой властью. Десять казней египетских казней были очень мощным доказательством. Огромный был потоп. В Индонезии две тысячи людей в прошлом году погибло. То есть, у Бога есть такая власть. Однако миру не хочется думать о том, что это от Бога. Почему многие люди не хотят верить в то, что написано в Откровении? Это происходит потому, что события слишком крупномасштабные, слишком разрушительные. И они превосходят наш человеческий опыт. Поэтому человек говорит, что здесь не может идти речи о реальных событиях. Но нужно всегда помнить о том, кто свидетель, кто нам говорит, кто говорит обо всех этих событиях. Это не Иоанн. Это Иисус Христос. Здесь говорит Он. Это Его слова. Поэтому нам следует прислушаться. До этого момента, в этом фрагменте, суды еще частичные. Помните, мы говорили, одна четвертая, одна третья часть. То есть, они определенную часть только затрагивают. То есть, Бог еще оставляет место и предоставляет возможность для покаяния. А Он как бы говорит, вы хотите, чтобы продолжали суды, и чтобы вас ожидал такой же суд, или вы примите Мою благодать? Я предлагаю вам прощение ваших грехов через Иисуса Христа. Вы примите это предложение, или будете продолжать свое противление? И я показываю вам, к чему приведет ваше противление. Но, несмотря на вот эти суды, частичные суды, Бог все равно проявляет Свою благодать. Потому что Он всегда думает о том, чтобы люди могли спастись и уверовать в Иисуса Христа. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.